Угроза коронавируса еще не исчезла. Темпы роста числа вирусных вспышек растут день ото дня. Особенно обострилась ситуация в Европе и Южной Корее. Инфекции распространяются не только среди людей, но и среди животных. Подробнее о ситуации в мире в следующем сюжете. В Европе зафиксирован первый факт заражения коронавирусом среди грызунов. Об этом говорится в статье европейских и аргентинских ветеринаров, опубликованной в электронной научной библиотеке Биоархива. По имеющейся там информации, заражение распространила лесная мышь, которую поймали на территории Бельгии весной прошлого года. По мнению ученых, хотя коронавирус заразил грызунов, населяющих Европу, проникновение в местную природную экосистему является редким явлением. Тем не менее, это не исключает появление нового типа ковид. В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 14 638 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС. По его данным, число зараженных ковид достигло максимального значения с 6 апреля. Кроме того, отмечается увеличение числа госпитализированных с этим вирусом в 34 регионах страны. А в 45 регионах показатель, наоборот, уменьшился. По данным Российского центра по борьбе с коронавирусом, число умерших от ковид-19 на территории Федерации увеличилось. В Южной Корее увеличилось число зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки ковид диагностировали у 120 тысяч жителей. Это самый большой показатель за последние три месяца. Всего с начала пандемии 20 миллионов корейцев заразились коронавирусом. Большая часть больных заразилась инфекцией извне. За последние два года от опасного вируса скончались 25 тысяч человек. Для снижения риска ковид-19 в России гражданам с высокой вероятностью заражения рекомендовано носить маски в общественных местах и на общественном транспорте. Впереди может проявиться новая волна ковид, поэтому специалисты в стране серьезно обеспокоены ситуацией. Например, инфекционист Георгий Сапронов предложил, что может потребоваться еще несколько лет, прежде чем статус пандемии будет отменен. А к выжеперечисленным уязвимым слоям населения относятся те, кто не получил вакцину и те, у кого слабее здоровье, социально уязвимые граждане. Кроме ношения масок, жителям рекомендуется использовать дезинфицирующие средства для рук. Ранее, 28 июля, Роспотребнадзор заявил, что в настоящее время нет необходимости повторно вводить противоэпидемические ограничения, но мутация вируса изменит решение ответственных лиц. Выявлены признаки новых мутировавших видов ковид. Чрезмерное выделение воды из носа и боль в горле являются основными симптомами нового подтипа омикронштамма ковид-19. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномной инженерии Павел Волчков. Отток воды из носа свидетельствует о том, что организм борется с инфекцией, но такие симптомы также могут быть признаком другого заболевания. По этой причине вирусолог и назвал разницу между летними инфекциями и ковид. Он отметил, что тошнота, рвота, нарушение стула и высокая температура является признаком кишечной инфекции, в то время как кашель, боль в горле и чихание указывают на инфекцию штамма омикрон. А ответственные специалисты рассказали, что можно обезопасить себя с помощью вакцинации от нового подвида штамма омикрон под названием кентавр. По его словам, вакцина «Спутник-5» остается самой эффективной и безопасной в России. Ислам Аманко, Дарья Шилина, Телеканал ТРАУ.